Избивают до полусмерти, держат в нечеловеческих условиях в земляных ямах глубиной около трех метров. Так российские военные командиры перевоспитывают мобилизованных. По данным журналистов, зинданы или земляные тюрьмы есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Сколько таких ям, точно информации нет. Как и неизвестно, то всем ли удается выйти из них живыми. Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче, за ***, за то, что приказы там не исполняют, за то, что человек не пил пару стопок. И так избивают. И вот так избивают. С ноги. Лично командир полка. Лично командир полка. Штрафная яма, о которой рассказывает российский мобилизованный, расположена на временно оккупированной части Запорожской области. По данным проекта «Осторожно новости», некоторые провинившиеся солдаты из пермского полка 1455 находятся там по несколько дней. Другие сидят в земляной яме месяцы. Надо что-то сделать. Боимся за свою жизнь. Приехали родину защищать. Приехали родину защищать. Сидим здесь. Может месяц. Приехали, не осведяйтесь. Ну, все. С табелями. Это еще не все. Ранее о такой же яме-тюрьме, предположительно в оккупированной Донецкой области, рассказывал российский военный Флорид Байтемиров. Его тоже наказали за употребление спиртного. Флорид утверждал, избили и сломали ему руку свои. Отдает преступные приказы командир полка 1199 полковник Андрей Пойда. Видео из ямы Флорид записывал в надежде, что оно дойдет до Минобороны России и там рассмотрят его жалобу. Прошу вас провести тщательную проверку полка 1199 во главе командира полка полковника Пойда и замполита командира полка в соответствии с трата государственного военного имущества и гуманитарной помощи в личных целях. Брошенные в яму российские военные жалуются, что командование не только избивает их, еще и морит голодом, не дает воды. Вместо туалета пластиковые бутыли. В яме вот такое содержание здесь. Мы в грязи, под дождем. Только что прошел ливень, короче. Вот мы все мокрые. Отбили всех нас. Это вот с пацанами, которые, блин, это, ну, мои сослуживцы, короче, разбили им всем лица. Дед, покажи свою, как челюсть свою покажи. Дед. Я хочу, чтобы это видео стало публично и доступно для себя. Все дворец свои живет. Военный Павел Горелов, записавший видео, отсутствует в сети с 9 апреля. Его судьба неизвестна. Связи с Флоридом Байцемировым не было почти полтора месяца. 13 мая он с чужого телефона позвонил родным и сказал, что все хорошо. В боевых действиях провинившиеся не участвуют. Однако их регулярно отправляют рыть окопы на передовой. Для привлечения к ответственности командиров войсковых частей, которые издеваются над своими подчиненными, нет основания, твердят в военной прокуратуре России. Потому что штрафная яма считается укрытием. Субтитры создавал DimaTorzok